Знаем, вы слушаете Радио Болтком Каждую среду в полдень на Радио Болтком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки Выбывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено Да, невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это за кулис, то, что там происходит Боже мой, все это В программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас Наша культурная среда И в гостях у нас сегодня известная российская пианистка Екатерина Мечетина Здравствуйте, Екатерина Здравствуйте, Елена Очень рада вас снова видеть Взаимно Екатерина пример того, как говорят, когда говорят, талантливый человек талантлив во всем Потому что она известная, успешная пианистка Играет самый различный репертуар Педагог в московской консерватории Недавно открыла, можно сказать, музыкальный салон в очень хорошем смысле Потому что у нас сейчас салон имеет как салоны красоты и прочее Об этом говорят Но самое главное еще, почему я захотела сегодня поговорить с Екатериной Екатерина – общественный деятель И отстаивает музыкальное образование Музыкальное образование В том, как видя оно существовало Начиная с 20 века в России И часто у нас ругают политику Говорят о том, что вот, правители не делают то-то У нас какие плохие законы Но Екатерина – тот пример, когда Она не ругает правительство Она просто сама Вносит поправки Екатерина, вот как вам удалось внести Вот сколько времени вы занимались этим законом о музыкальных школах Ведь и он не сразу у вас получил отклик И среди коллег То есть коллеги, конечно, все шумели Когда вносились правки в музыкальное образование Но вот даже президент Владимир Владимирович Не сразу вас услышал с вашими предложениями Ну, Елена, давайте просто терминологию чуть-чуть Уточним, я как простой обыватель Не имею права вносить никаких поправок в закон Понятное дело, что все устроено немножко не так И конкретные поправки, о которых мы сейчас будем говорить Внес именно президент Путин И никто другой А уже дальше давайте разматывать этот клубочек Немножко назад и смотреть, как оно получилось Да, я действительно, как общественный деятель Я, кстати, не занимаю никаких официальных постов Но я действительно очень интересуюсь этой темой И как член Совета по культуре при президенте Неоднократно об этом высказывалось И на разных площадках И действительно проблема назревала достаточно давно Если уж прям совсем размотать клубочек до самого начала Она назрела тогда, когда был принят закон об образовании А насколько я помню, это был 94-й, что ли, год То есть очень давно Ну, начало 90-х Затем в 2014-м были приняты некоторые в него внесены изменения Но далеко не все, что нужно было для того статуса детских школ искусств Которые нам, как профессионалам Не просто профессионалам А нам, как людям, заботящимся О образовании художественном для любого гражданина нашей страны Особенно маленького, естественно, прежде всего Нам там многого не хватало А пока нам многого не хватало Вдруг начались какие-то тенденции С других сторон Которые нас вдруг совсем стали не устраивать А конкретно я говорю о системе Которая начала внедряться около двух лет назад И называлась она «Персонализированное финансирование дополнительного образования» И вот это то, что нас напугало Поскольку финансирование, оно хоть и персонализированное Но его явно было конкретно количество финансирования Явно было недостаточно для наших целей Для целей обучения ребенка игре на инструменте Или, например, одновременно посещение ребенка музыкальной школы и спортивной То есть получалось, что один сертификат выдавался И ребенок его, родители ребенка могли его отнести Либо в художественную школу Либо, допустим, в кружок футбола Или плавание Ну то есть выбор стоял так Либо ребенок у нас будет художественно умный, образованный Либо он будет здоровый Ну согласитесь, это прямо, как-то говорится, на исходных точках Это неправильно С самого первого установочного момента Это совсем нам не нравилось Помимо этого финансирование предполагалось, в общем, не совсем достаточное У нас занятия все-таки такие Ну они финансово затратные Да, элитарные У нас мудральное занятие по специальности Да, у нас сальфеджио У нас литература, хор и так далее У нас много всего Но в результате выходит Либо будущий профессионал Который без всякого вопроса, без спора Может пойти дальше, получать среднее образование После начального Либо у нас выходит просто интеллигентный, культурный, образованный, художественный человек Может быть, он будет посетителем концертов И разных музыкальных мероприятий, если он учился музыке Либо же он будет воспитан в плане художественного образования Интересоваться живописью, скульптурой и так далее и тому подобное Кто на что учился, что называется Но в любом случае речь не шла о каких-то развивающих кружках Ну вот когда мы с вами учились, нас учили всех вот так А теперь вдруг внезапно речь пошла о том, что это избыточное знание И что вот кружка, условно говоря, групповых занятий на фортепиано В течение одного года вполне достаточно И тут все наше сообщество встало и сказало Нет, недостаточно Что мы стали делать? Ну, естественно, мы не могли напрямую сразу к президенту с этим обратиться Мы собрали информацию, это был первый шаг Мы пообщались с теми регионами, в которых начался пилотный проект Например, для меня первым регионом, где я это услышала, был Ханты-Мансийский Это вот наша Западная Сибирь Пообщалась с тамошними директорами, с тамошними руководителями культуры Поняла, что, в общем, никто не доволен Стала мониторить эту тему Вышли на площадку дискуссий в Государственной Думе В комитете по культуре, который возглавляет Елена Александровна Импольская Кстати, которая сам вначале встала именно на наши позиции И очень четко нам помогала их отстаивать Затем вышли на площадку общественной палаты В общественной палате поговорили об этом И затем сложилось так, что хронологически после всего этого состоялся Совет по культуре Могло бы быть иначе, потому что, если бы не пандемия, Совет по культуре состоялся бы в марте И эта тема прозвучала бы в марте, и, возможно, дальнейшая хронология была бы иной Но случилось так, как случилось Вот мы прошли Госдуму и не раз Общественную палату везде поговорили Выстроили точки соприкосновения Дискутировали И кульминацией был, конечно, Совет по культуре Где я лично, вот так вот общаясь с президентом тоже посредством связи современной Смогла все это ему рассказать И меня очень порадовала его мгновенная реакция Он просто сказал, что со всем, что было озвучено, он полностью согласен Что наше художественное образование, музыкальное образование Это наша огромная ценность Именно в масштабах нашей культуры, нашей страны И что попросил меня, кстати, переслать ему комплект моей речи Что я, конечно, мгновенно же и сделала И затем прошло совсем недолгое время И президент внес поправки в закон В Государственную Думу внес свои предложения О поправках в законы об образовании Вот на данный момент уже прошло первое чтение И министр культуры, которая, конечно же, с нами согласна Всегда была согласна Возможно, просто нужна была какая-то точка сборки Чтобы все сошлось в один момент И вот этот момент случился И министр культуры поддержал полностью Все, что происходило И представлял в Государственной Думе Этот детский законопроект с поправками И глава Комитета по культуре Елена Кольская тоже выступила Тоже прокомментировала Что, собственно, происходит И финал первых чтений был просто потрясающий Единогласная за Знаете, вся Государственная Дума Не единого человека против А кто же, собственно, будет против Детского художественного образования Но вот собралось все в одно время В нужном месте И мы рады, конечно Ничего не скажешь Мы очень рады На самом деле хочется вам просто поаплодировать И, конечно, вы рассказываете Кажется, что это все так было легко Но я помню количество публикаций Я помню даже конкретного человека В департаменте Москвы С которой шла отчаянная борьба И отстаивание именно музыкального образования И то, что вы сделали Это огромный вклад в музыкальное образование И лично от меня примите Это большую благодарность Спасибо, Елена Вы тоже с нами, я же вижу Мы все, на самом деле, все творческие люди Все люди интеллигентны Не может быть двух мнений здесь Действительно, дети – это наши завтра Это те, кто будут осуществлять В том числе и культурную среду И культурную политику Когда нам уже всем будет побольше лет Поэтому наш прямой интерес Чтобы дети были воспитаны В уважении к культуре И родной, и мировой, и всяческой Потому что наша музыкальная культура Никак не отделима от мировых процессов Мы все, как говорится, здесь Действительно одни и те же интересы преследуем Ну и также вы защитили, в принципе, педагогов В музыкальном образовании Потому что это тоже очень большое значение Екатерина, вы уже достаточно долгое время Преподаете в Московской консерватории Как вам этот труд? Ну я еще преподаю в Центральной музыкальной школе При Московской консерватории Которую когда-то сама закончила И, конечно, было радостно туда вернуться И в консерватории быть в среде своих единомышленников И своих коллег, мне кажется, это не просто приятно Это, наверное, недостаточно Но это очень важно просто для поддержания Во-первых, и собственных установок профессиональных То есть не дать себе деградировать В каком-то определенном моменте Все время быть на контроле И в общении со своими коллегами Прежде всего, как педагог учиться у старших коллег Как исполнитель постоянно находиться где-то в... В общении Просто, да, общение Хотя вот пандемия нас немножко его попыталась лишить Но, к счастью, мы вернулись Мы уже вернулись на нормальные рамки И на нормальные рельсы Что для меня преподавание Это одно из самых эффективных Один из самых эффективных способов Не стоять на месте для себя самой Потому что, ну извините мне, мой разумный эгоизм Но я все равно все Многое мерю мерками Будет ли полезно это лично для себя? Хотя я, конечно, я общественно ориентированный человек С этим трудно уже, наверное, поспорить Но все равно У меня здесь в преподавании есть в том числе И даже эгоистические моменты Когда я начала преподавать Я стала лучше играть Я в этом уверена абсолютно Поэтому до сих пор мне это в чем-то помогает Хотя, конечно, уже более 10 лет опыта преподавания Уже немножко изменились И подходы, и опыт, безусловно, набрался Но, тем не менее, все равно я до сих пор Слышу что-то со стороны И в исполнении своих учеников И наматываю себя, так сказать, на какой-то уз Ну а с точки зрения продолжения Дела моих учителей Я теперь на это начинаю и так смотреть К сожалению, не все мои учителя уже с нами И мне кажется, что важно Вот я чувствую эту ответственность Рассказать то, что когда-то было сказано мне И передать это Ну вот это какая-то такая, наверное, ответственность С точки зрения Сначала собирались эти камни А теперь время их, наверное, разбросать Ну, причем не хаотически разбросать А разбросать именно в русле Том, в котором учили меня Ведь все-таки у нас есть и разные подходы И разные школы Даже внутри русской фортепианной школы Есть несколько разных направлений Ну, я вот думаю, что все-таки наш поток Наше течение нашей школы Она должна продолжаться Ну, если не мы, то кто? Всегда так говорю Ну, кстати, педагогика Это фактически тоже общественная деятельность Потому что особенно в Московской консерватории Зарплаты очень низкие Про это мы не будем говорить У меня даже не та нагрузка, чтобы говорить о зарплатах Дело не в том, что я сейчас хочу каким-то образом Уприкнуть наше руководство Нет-нет-нет, я как раз и говорю именно о другом О том, что это подчеркивает ваш альтруизм И ваше желание работать И воспитывать новых учеников Именно в том русле, в котором вы сами воспитывались У своих дорогих учителей Я именно это хотела Знаете, это тоже Это тоже, но с другой стороны Тут еще личностные черты характера Не класть все яйца в одну корзину, что называется Я вот, между прочим, с момента нашего последнего Прошлого с вами общения Я вот сейчас посмотрела в скайпе 15 апреля это было Десять месяцев, да Вот прошло всего чуть меньше года А я, между прочим, тоже стала вашей коллегой Вот я об этом хотела и поговорить У меня тоже есть программа на радио Это просто мой зуд, честно говоря Такой вот личностный зуд Мне все интересно попробовать И преподавание в том числе Я иногда думаю, а что же будет Ну вот вдруг Не будем даже говорить, что вдруг Все может в жизни случиться вдруг Я вдруг не могу играть больше на инструменте Не дай бог Я надеюсь, что такого никогда не случится Но вдруг Тогда у меня есть преподавание И так далее, понимаете, я немножко подстраховываюсь Со всех сторон И мне так интересно жить Хотя времени не хватает абсолютно ни на что Но жить очень интересно Ну и тем ценнее, что вы нашли этот час Чтобы с нами пообщаться и поделиться своими радостями Екатерина, вы уже упомянули про опыт радиоведущей Это одна из самых известных радиостанций классической музыки Радио Орфей И вы писали замечательный эссе о Петре Ильича Чайковском Как вы выбирали формат передачи? И почему именно стал Чайковским? Чайковский стал как бы, ну не кумиром Но тем не менее, столько передач вы посвятили ему Это, кстати, немножко разные проекты То, что на радио Орфей называется «Дневник пианистки» И он, само название предполагает Какие-то такие сиюминутные зарисовки И эссе Это не обязательно Не о Чайковском Там вообще на Чайковском пока даже и не было А то, что вы могли читать на моей странице Именно в связи с Чайковским Это был совершенно другой проект Это была Ассоциация Российских музыкальных музеев И приурочено к юбилею Было написание материалов для конкретного сайта Я сейчас не смогу прям озвучить его адрес Но там что-то было Чайковский.amus.museums.com И сайт был создан специально под этот юбилейный проект То есть эти тексты у меня не озвучивались в эфире Это разные вещи Видите, я много чего успела наделать за этот год Много напечатать в компьютере, в Word Всяких разных текстов Теперь не только одна У меня клавиатура У меня еще теперь и клавиатура компьютера Тоже рабочий инструмент Чего раньше никогда не было Вот, Чайковский была, кстати, очень душеполезная Я бы так сказала Для меня самой работа Потому что, ну, понятно, мы с детства Вот первое соприкосновение у маленького музыканта У пианиста Детский альбом И дальше как-то Чайковский Он так плавно-плавно входит в сознание Как будто он там всегда всю жизнь жил И ты даже не помнишь толком Когда он там поселился Потому что Чайковский наш и все Перефразирую известное Пушкино высказывание Так вот, оказалось, что когда вдруг Внезапно подходишь к Чайковскому С точки зрения написания текстов Ну, представьте, что просто Вот вы взрослый человек Вам нужно взять вдруг и написать Условно говоря, реферат Как мы писали в студенчестве Реферат, и только он должен быть Немножко более художественный Я обращалась, конечно, к помощи Литературы и реальных книг И на сайтах какой-то литературы Исследовательской И вдруг оказалось, что мы Подразумевая всегда Чайковского Как самый такой обычный Наш культурный бэкграунд Я вдруг для себя обнаружила Столько интересного его личности Какой он вообще был ранимый Тонкий и абсолютно Без кожи человек Его было так легко обидеть Его было так легко Сбить со своих каких-то Сиюминутных творческих идей Там несколько вещей он уничтожил Как это многие делают И помимо всего прочего Какой он был открытый Всем культурам Как он любил Италию Как он любил путешествия И общение со своими Зарубежными коллегами И в то же время Каким необыкновенным Патриотом он был Вот эта фраза Меня потрясла Что да, как прекрасно Флоренция, Италия И все такое Ну как скорее я хочу вернуться В свою родную деревню Ну не родную, там В свою деревню В свой клины В свою Россию Где вот каждый серенький кустик Ему так дорог И так его вдохновляет В общем его личностные черты Для меня открылись А потом конечно Какие-то моменты Которые подзабылись Из курса истории музыки Это все тоже потрясающе Как он там за 40 Коты Коты бегают вокруг Да Разбили вазу Ну ладно В прямом эфире Разбили вазу коты Вот Так что вот понимаете Когда он написал Пиковую даму Во Флоренции За 40 Там 49 47 дней Сейчас уже не помню Ну ведь это надо Осознать заново Все Понимаете Это все Не со страниц учебника Должно сходить Это надо вот В какой-то момент взять И просто в себя Внедрить И пережить И интегрировать Потрясающе конечно Потрясающе Можете нашим слушателям Ну и интересные подробности Все да Расскажите нашим слушателям Еще какую-нибудь историю Про Чайковского Я думаю будет очень интересно Вот например Мне было очень интересно Узнать Что его овертюра 1812 год До сих пор является Неотъемлемым элементом Празднования Американского дня независимости Как вам это нравится По-моему это феноменально Она звучит там В какой-то определенный момент Сценария праздника Это происходит с 40-х годов Вот уже много-много-много десятилетий Фантастика Она у нас в России Столько не звучит Ну и в России Я надеюсь тоже звучит немало Но все-таки да Вот это свидетельство того Насколько Чайковский Все-таки человек Культуры мира Музыкальной культуры мира Потрясающе Екатерина Расскажите еще немного О ваших заметках Пианистки Екатерины Мечетиной На радиофе Там все подряд Там все подряд Вот как я еду на машине На какой-нибудь концерт В другой город Или какая музыка Должна звучать Или не звучать После концерта Когда в голове Продолжается звучать Еще то Что только что сыграно Как я прихожу В ближайшее кафе И выбираю его Не по кухне А потому что Там должна быть музыка Потише Как можно тише Вот И вот так Такого рода моменты Кто такой дирижер Кто такие музыкальные критики С которыми нам приходится Сталкиваться Кто такие люди Из музыкального менеджмента Очень-очень много Разных аспектов Повседневной жизни музыканта Правда сейчас я пишу Второй сезон И меня немножко Увело в сторону Потому что я решила Рассказать слушателям О том Что такое мелодия Что такое гармония Что такое музыкальный ритм И вдруг редакторы Мне сказали Ну что ты Это же совсем другая передача Надо делать другую передачу И получилось Большое количество текстов У меня пошло Просто совсем Как бы в другую корзинку А я сейчас дописываю Второй сезон Дневников пианистки И параллельно готовлю Уже теперь новую передачу Ну вот как-то Вот так вот оно происходит А времени заниматься Времени играть концерты Остается? Где вы его берете? Или вы вообще не спите? Пандемия, пандемия Понимаете Концертов было чуть-чуть меньше И вот это все Начало появляться А сейчас пандемия Ну по крайней мере у нас Дает нам небольшую передышку И сейчас вот Мне приходится заниматься Тайм-менеджментом Я прочла пару книг По тайм-менеджменту Помогает? Стала записывать Да Стала записывать все Куда уходит мое Какое-то совершенно лишнее время И вот надеюсь Что помогает Но конечно отдых Это прямо большой праздник теперь Несмотря на то Что по идее Как бы стало меньше концертов Но работа стала гораздо больше Да Работы стала Она стала разнообразнее Концерты пока что Я надеюсь Они не страдают То есть я сыграла Свой ежегодный сольный концерт Слава богу Вот наши власти Немножко нам облегчили Наши эти все рестрикции Вот например Завтра я улетаю в Томск Я понимаю Что наверное вам трудно это слышать Потому что только что Читала ваш пост Про то что в Европе К сожалению Еще пока не так все здорово Я как раз поеду в Россию Но мы очень-очень надеемся Что все эти волны Они наконец закончатся Там вакцинация Или то и все Я кстати переболела Я уже теперь Начальник с антителами Не знаю надолго или нет Но будем надеяться Что мы преодолеваем Этот период Хотя конечно Как было трудно Вот у нас было очень трудно Осенью Страшно было И потеряли мы И потеряли мы многих людей Я не знаю За что нам такие напасти Да Ни за что Для чего Но мир конечно Очень изменился Очень Мы чувствуем Эти перемены Буквально во всем Начиная с доставки продуктов На дом Которые все так привыкли За эту весну И лето И заканчивая конечно тем Что мы Отсюда сейчас нам полегче Мы страшно переживаем За музыкантов В Америке В Европе У которых просто Я читаю посты Как люди меняют профессии Думают о смене профессии Это просто ужасно Это просто откровенно ужасно Мне сейчас просто Даже я не знаю Мы перешли на эту тему Улыбки ушли с наших лиц Что называется Да сейчас Вот кто нас слушает А не видит Но об этом невозможно Спокойно говорить Это просто Драматическая Трагическая ситуация Для многих из наших друзей И коллег Только молиться Чтобы это быстрее Закончилось уже наконец Да И слушайте музыку Давайте будем говорить о хорошем Давайте расскажите нам О вашем замечательном Можно сказать Квартире Екатерины Мечетиной Или это салон Как вы это организовали Какие встречи там происходят Знаете Самое начало всего этого Это не какая-то организация Я просто хочу сразу прояснить Пока что это просто Мое частное пространство Где я на самом деле Сама хотела заниматься Первая моя цель была такая Я хочу заниматься спокойно Не путать это С своим бытовым Каким-то существованием Потому что Ну понятно Что и соседи Там всякие разные Бывали тут у меня истории С соседями И я подумала Как бы хорошо иметь Пространство Со звукоизоляцией Где бы я могла работать В том числе Со своими коллегами Репетировать С учениками иногда Встречаться Если это нужно Подсмотрела я Это у одной Одно из своих знаменитых Молодец Молодец Моя студия Друзей на чай Все принесли Несколько месяцев Все здорово выступили Все здорово выступили Я был в гостях Прямо что у меня Выучивать Выучивать удается Тогда Когда есть для чего Вот сольная программа Это понятная Ясная задача Вот выучила Там не все было У меня в соль Она всегда У меня в январе бывает Сольный концерт Московский И я к нему готовлюсь Где-то начиная Вот с начала осени В большом зале консерватории Да там где-то Большая часть программы Была новая А что-то конечно Было и повторено Из-за того Что в репертуаре Уже было прежде Ну вот что-то выучила На пандемическом карантине Выучила концерт Скрябина Но пока еще Не нашла ему Так сказать Конкретного применения Вот когда будет Приглашение конкретного Надо сыграть Концерт Скрябина Я возьму этот полуфабрикатик Я быстренько его повторю Доведу до концертного состояния Только так В стол я не умею работать Вот не умею и все Даже все тексты Которые я пишу Раньше у меня было такое Действительно что-то типа Хобби Я то и дело Там в Фейсбуке Какой-нибудь постик Такой мало-мало Художественный напишу А не просто информационный А сейчас у меня уже Есть куда писать И уже конечно Пишется легче И даже Можно сказать Как-то перо набивается Я сейчас понимаю Что такое Имелось в виду Когда писатель говорил Не дня без строчки Да Вот у меня теперь Я себе тоже Такую дисциплину ввожу Ну вынужденно Но со знаком плюс Это такое Меня очень дисциплинирует А что еще выучить Вот сейчас мне нужно Дать филармонию На следующий сезон Свою следующую программу Вот моя первоочередная Сейчас задача Это ее спланировать Вы не хуже меня Знаете Что правильно составленная Программа Это 50% успеха Другой вопрос Как ее исполнить Это уже чисто Профессиональный вопрос А вот как составить программу Ведь не все слушатели Профессиональные Многие будут ее слушать Как люди Пришедшие на концерт Впервые Я всегда стремлюсь Обращаться И к тем И к другим Я не говорю Угодите тем И другим Угодить это вообще Не моя задача Всем угодить Невозможно Обратиться так Чтобы было интересно И тем И другим Вот моя Нынешняя Нынешняя Сезонная программа Называлась Русские картины Кто-то Картинка Композитора Совершенно по-разному Иногда Думаю Ну вот Допустим Конкретный пример Вот была Русская программа Второй год подряд Играть русскую программу Ну запрета На это нет Но наверное Мне самой Было бы не так интересно Если это будет Чисто западноевропейская программа То какие это могли бы быть эпохи Например Обращусь ли я к барокко Рискну ли я Потому что это все-таки Совершенно особый стиль Который Тем более В последние годы Так разработан Нашими братьями Мастерами Аутентичного исполнительства К которым Я не отношу себя никак И я Не настолько Хорошо информирована В плане Исторического исполнительства Чтобы вот так вот Прямо бесстрашно сказать Да я буду играть Бахар Крамок Оперены И так далее Вот так вот Насколько Все-таки Романтический период Или период 20 века Современной музыки Мне ближе Опять же Все время нужно балансировать Если взять Репертуар Сольного концерта Слишком много Неизвестной музыки Это напугает публику Она может отреагировать Так сказать Походом или не походом В косу Концертного зала Да-да-да Никогда нельзя Это оставлять за бортом Эти мысли Потому что мы работаем Не для себя Если мы работаем Для себя Вот сижу в студии Играю все что хочу Никто не слышит Вот это для себя А если работаю Для людей Причем Как я уже сказала Для людей разных Абсолютно уровней Музыкантского опыта Вот Я Себе говорю Вот будь любезна Чтобы было интересно И тому Кто Каждый вечер Проводит Филармонии В консерватории И тому Кто пришел В первый раз Вот Казалось бы Задача из простых А на самом деле Совсем Это нелегко Куда буду думать В направлении Была у меня мысль Ну вот маски Мы все носили маски Маска Это символ в том числе И театра И в музыке Между прочим Тоже И стала Отталкиваться От шумановского карнавала Конечно Прежде всего И очень мне хотелось Создать программу Вот такого Человек в маске Человек без маски То есть портрет Или замаскированный Или нет Но вот пока что Немножко я Уперлась в стену Пока не могу Набрать достаточно Репертуара Который бы меня Само удовлетворил Но не исключено Что я все-таки Эту тему доработаю А совершенно не исключаю Что я пойду В другом направлении И вот сейчас Я совершенно Знаете Стою перед этим Камнем Да Налево пойдешь Будут маски Направо пойдешь Будет там Что-то совсем другое Еще пока Не допечатали На этом камне Все возможные варианты Вот жду Будет как раз дедлайн Останется две недели Потом останется один день И срочно возникнет идея Вы все понимаете Абсолютно правильно Кстати Екатерина Помимо того Что играет Сольные программы Очень интересные Выступает С симфоническим оркестром Также в ее творчестве Занимает большое внимание Камерное исполнительство Вы играете Со многими музыкантами Как вот эти встречи Организуются Как вы выбираете Репертуар Или это ваши идеи Или идеи Ваших коллег Как вы выбираете друзей Да Вопрос То есть это всегда друзья Камерное музицирование Это встречи с друзьями Поэтому с друзьями Договориться намного легче Чем с незнакомыми людьми Хотя такое Очень редко Тоже иногда бывает Что ты о ком-то из коллег Давно слышишь Через миллион общих друзей Но вдруг Вот наконец Вы встречаетесь лично И такое тоже бывает Но прежде всего Это конечно Встречи друзей Вот прямо завтра У нас будет концерт Кстати тоже в одном Из частных пространств Москвы Концерт будет посвящен Двум персонажам Двум роялям Но с двумя роялями Можно сделать все что угодно И мы придумали Умножить сущности И к двум роялям Пригласить четырех пианистов Это организовала Мой друг Басиния Шульман Замечательный Не только музыкант Но еще и продюсер И вот она выступила В двух ипостасях Позвала опять же друзей Александра Гиндина Меня И вот я пригласила Еще нашего молодого Друга нового Уже Константина Емельянова Я думаю Это имя уже Весьма известно Он был моим учеником Посредственно Когда я была Ассистентом И профессором Даянца Но сейчас мы уже Конечно коллеги И друзья Поскольку уже музыкант Всем известный После того Как он стал лауреатом Конкурса Чайковского В прошлом году Его все полюбили Все признали И вот недавно Сыграл феноменальный Совершенствольный концерт В зале консерватории В очередной раз Привлек к себе Еще армию поклонников И вот четыре музыканта Соберутся на двух роялях И будут Все возможные комбинации Пробовать Помните Как мы учим фуги Четырехголосная фуга У нас получается И мы берем Пары голосов Как мы в детстве Делали А сейчас студентам советуем Берем пары голосов Сколько у нас пар голосов Четырехголосной фуги Шесть штук И вот мы играем Шесть произведений Во всех возможных комбинациях А потом мы садимся Вчетвером За один рояль И в восемь рук Играем бис Смешной Хулиганский Веселый бис Голоп марш Он называется И вот это все Будет завтра происходить Насчет трансляции Не знаю Ничего не могу сказать Но мы вот это все С огромным удовольствием Репетировали Последние Несколько дней И завтра Представим Это публике Это будет наша такая Проба пера В камерном формате Если получится хорошо Понесем наверное На большие сцены Ну а еще у меня есть друзья Много лет уже Существует наше трио Которое мы называем Трио солистов Московской филармонии Никита Борисоглевский Сергей Антонов И я Ну сейчас немножко Конечно Сергей Антонов У нас в Америке ведь живет И без пандемии Нам было легко Он просто прилетал Мы встречались и играли Сейчас немножко сложнее Хотя вот кстати На днях буквально Сергей прилетает Но тут к сожалению Вот я улетаю Занимаюсь другими вещами Завтра Томск А 12 февраля Два концерта Листа у меня будут В московской филармонии На самом деле Жизнь кипит А в апреле Вот еще один мой Очень такой дорогой Коммертный партнер Александр Князев Виолончелист В этом сезоне Мы еще не играли А в прошлом играли И у нас будет В этом сезоне Концерт Виолончели Виолончели 2 И там будет Несколько Как водится у Александра Скрипичных сонат В исполнении На виолончели Это всегда Огромный челлендж Не для пианиста Пианист играет себе Скрипичную сонату А вот виолончелист Там достигает Каких-то невероятных Уровней мастерства Как мы играли с ним Крейцеру сонату Бетховена Это просто искры Летели вообще От виолончели От рояля тоже Потому что невозможно Не заразиться Энергетикой Совершенно невероятно Вот это вот Дружба за инструментами Понимаете Камерная игра Это самое приятное Это общение Как вот мы Разговариваем За дружеским столом Только мы не словами Разговариваем А звуками А суть Энергетическая суть Общения Абсолютно та же самая Кстати, дорогие друзья Екатерина так увлеченно Рассказывала О своих выступлениях И помянула Александра Князева И встреча с ним У нас состоится 10 марта Как раз на передаче Культурная среда И Кстати, в Ютубе Мне кажется Есть ваши записи Да Мне кажется После передачи Обязательно нужно Открыть и послушать Как Екатерина и Александров Исполняют Действительно Очень яркий Интереснейший дуэт Очень приятно Услышать Потому что часто Спрашиваешь музыкантов Как складываются ваши дуэты Как выбираете программы И впервые я вижу Вот такое Это встреча друзей Это настолько приятно Настолько интересно И Сразу, мне кажется И другое отношение И к музыке И другое отношение К выступлению Когда вы выходите на сцену И играете Вот такой Дружеской компанией Да, конечно Причем форматы самые разные Вот, кстати Я к слову-то вспомнила У нас же на днях Была органная гола Кстати, для меня Это первый раз в жизни был Для вас я уверена Что вы уже наверняка Знаете эти сочетания Но я первый раз в жизни Играла дуэт с органом А что вы играли? Вот там публика Мы играли из «Арлезианки» Безе две пьесы С органисткой Евгенией Кривицкой И Сочетание этих вот двух тембров Для меня, например Поначалу, конечно Было крайне непривычным С учетом еще того Что все происходило В большом зале И там есть свои Акустические особенности И мы приспосабливались Но вышло Я потом смотрела Видеозаписи зала Вышло удивительно просто Знаете, два вот этих Разных тембра Кому я это рассказываю Впрочем, я уверена Что вы это знаете Нашим слушателям Нашим слушателям Судьба отложится так Что мы когда-нибудь С вами встретимся на сцене Вот в таком вот сочетании Но я была бы безумно счастлива На самом деле Есть замечательное произведение У Сезара Франка И вы наверняка играли Прелюдию, фугу и вариацию Семинор Одно из самых знаменитых Его сочинений Версии есть для фортепиано А изначально он Конечно же для органа Это мое любимое сочинение Вообще А изначально он написал Это произведение Для физгармонии Это язычковый орган И фортепиано Вот эти все переливы Фантастические Они как раз звучат В партии фортепиано А орган гудит Эту выразительную мелодию Ну есть еще маленькое Торжественное место Россини Которое тоже я неоднократно играла Но там хор Там хор Который все это сплетает Объединяет И там тоже физгармония Партию которой зачастую Исполняет орган А вот так Чтобы прям вот Столько фортепиано и орган Это новый опыт Это интересно Мне как органистки Хочется пожелать Чтобы этот опыт наращивался Потому что конечно Это очень Да я тоже желаю И себе И нам с вами Единственная большая сложность Например в церкви Сыграть невозможно Потому что орган Интонирован В другом строе И естественно Никто не будет Ни орган подстраивать Под фортепиано Ни фортепиано Под орган Но например В малом зале Консерватории Везде это можно Екатерина Я очень люблю Сдавать этот вопрос И всегда он очень разный Вот у вас много концертов Для фортепиано С оркестром В репертуаре А какой самый любимый? Ох Как у мамы спрашивать Какой ребенок Самый любимый Наверное Из всех ее Многочисленных детей Допустим Ну знаете Есть знаковые вещи Которые просто Всю жизнь сопровождают Для меня это Рапсодина Тем погонений Вот как я ее сыграла Страшно сказать В 11 лет Впервые с оркестром Так она со мной Всю жизнь идет И формирует меня Она меня Не я ее Не только я ее В себе Она меня формирует Как личность Такой же второй концерт Рахманинова Который когда-то Вызвал к жизни Множество разных Знакомств Сочетаний Каких-то творческих С дирижерами И так далее Что еще Вот такое Любимое Да вот последние годы Я например Пару сезонов Как выучила Пятый концерт Бетховена И обнаружила Совершенно необычное Необычный эффект Который он оказывает На публику Он вызывает Эйфорию Вот просто Не больше И не меньше Вот ты играешь Концерт Бетховена Казалось бы Вот прекрасный концерт Да Но у публики Он вызывает Ощущение счастья Но возможно Не все концерты Вызывают ощущение Счастья Да Удовольствие Там не знаю Радость Искусство А вот тут Прямо конкретно Бьет по какой-то Точки счастья В голове И люди выходят Счастливые из зала Так я подумала Надо этим пользоваться Надо его чаще играть А как на исполнителе Особенно в наши Странные времена А как на исполнителе На исполнителе Да Само собой На исполнителе Да Но исполнитель Он вообще по-другому Видит все эти концерты У него своя Точка зрения На все Например же Я очень люблю Концерт Шуман Но я страшно боюсь Его играть Потому что там Такой заковыристый финал Что то и дело Забудешь текст Но публике же Это не интересно знать Поэтому концерт прекрасен А играть его трудно Ну есть еще Несколько таких концертов Которые Например Концерт Шопена Первый На репетиции Всегда получается идеально На генеральной репетиции А на концерте Почему-то ты начинаешь Волноваться Если ты допустим Давно его не играл Перед этим А если несколько раз подряд То уже конечно легче Или например Тот же концерт Чайковского Для любого русского пианиста Казалось бы Обязан любой его играть А кто-то относится к нему Как к надоевшему произведению Это мне конечно обидно Вслышать всегда Я к нему отношусь Как каждый раз К возможности Вот раскрыть свою душу Просто вот На все 150 процентов Ну у Рахманина Вот те же самые Естественно Эмоции примерно Или например Был смешной случай Я приехала в страну Перу Вот с этим концертом Чайковского И думаю Ну надо же Вот захотели послушать Русскую музыку И там молодежный оркестр И мы репетируем Репетируем Приходится мне иногда Какие-то вещи им объяснять Там в плане ансамбля Или там у кого тема А в конце Ларчик открылся для меня С совершенно неожиданной стороны Дирижер после концерта Ну хорошо сыграли Все После концерта Он ко мне подошел И сказал Спасибо вам большое Мы так рады Что мы впервые Исполнили этот концерт Именно с русским пианистом Понимаете Я просто изумилась Оказывается Есть места на свете Где оркестр Впервые в жизни Играет концерт Чайковского Боже мой Какое счастье Что это действительно Эта честь выпала мне Потрясающе Дорогие друзья У нас в гостях Была блестящая Российская пианистка Общественный деятель Екатерина Мечетина Екатерина Благодарю вас За интереснейшую беседу Спасибо Елена Было здорово До новых встреч До свидания Дорогие друзья Спасибо Всех благ До свидания День в день Час в час